Все-таки о системе, знаете как, результат олимпийского турнира для российской команды, мужской отцеп, ну, конечно, ошеломляет, да, для всех, фантастически, 5 медалей, 3 золота, сериал-брозер, во главе главный тренер Терцогамбо, итальянец. До этого, до этого, что и когда была команда Советского Союза, что и когда были российские команды, такого результата никогда не было, понимаете? Были медали, ну, было там, в Сеуле, мне кажется, 5 медалей, но там были 1 серебро и все бронзы остались, 4 бронзы просто. То есть, а здесь очень ослабляющий результат, ну, получается, что система образования или система подготовки для тренерских кадров уже в нашей стране в российской федерации отсутствует. То есть, как, вот, как вы говорите, вы как тренер, то есть, высшая школа тренеров, то есть, получается, что... Дзидо у меня работает только со школой тренера. Я ее заканчивал, кстати, и было всего 2-3 выпуска, по 5 человек из этих выпускников. Дзидо, наверное, только я один остался, наверное, сейчас из тех выпускников. Хорошо готовили, давали хорошие знания. Так же хорошо готовили, если не было за всю историю 1972 года. Почему? Все, что он говорил, Андреев дал, 2 золота, серебро и тоже там бронзы. Те же 5 медали он даже проиграл. Ну, получается, а потом какой-то смарт произошел образовательной подготовки. Гампа говорит, или это именно уровень подготовки тренерских кадров, но нет у нас сейчас достойных тренеров, которые могли бы на такой уровень поднять команду. Или это в чем-то другом? Или не так? Гампа, кажется, в интервью сказал, что, не помню, в каком-то средстве массовой информации, что в России не готовят специалистов, слабо готовят специалистов. Сейчас, может быть, немного не так выразить, но… Ну, здесь я с ним, может быть, не согласен, но слабо, неслабо готовят. Я сам, кстати, по приглашению Украинской Федерации проводил их семинары, их учил работу, показывал нашу российскую технику, что мы по меня приглашали, было 15 лет назад. И уровень, я тоже могу сказать, это у них мягкий. Просто здесь много факторов – и социальный, и экономический. Европа, она всегда жила как-то побогаче, возможности было побольше. У нас много талантливых ребят, у нас много хороших, сильных тренеров. Просто возможности нет. Во-первых, с 90-го года страна была в таком упадке, даже с 90-го года началось с 85-го, с 95-го. Вот в советское время, когда были результаты… Вообще, очень много, конечно, спорта определяют и финансово. Это никто не отрицает. В советское время мы можем поехать хоть на Луну, если бы, как говорится, был вызов на руках, и тебе тут же давали деньги. Сейчас такого нету, нету денег. Немного талантливых спортсменов и их тренеры сидят. В глубинке они не могут вывезти в спортсменах, даже на передовской области. Да. Не говоря о том, чтобы… Нет, ну как нету сейчас денег? Сейчас голоса… Да нет, ром. Я общаюсь с тренерами, с тренерами внизу я знаю, что это такое. Не могут они вывезти. Не могут. Нету денег. Нету денег. Господин Носов сказал, что буквально в последние шесть лет было выделено практически 50 миллионов. Это на федерацию. Вот опять же… А регионы… По региону смотреть на состояние очень… Да мало того, что нет денег. Сколько вверхов дедо закрыли уже? Я ехал в поезде с человеком, потом дедо, он говорит, у нас есть… Получается, а откуда тогда взялся успех? Если ситуация глачевная в развитии джунгов нашей стране, откуда тогда успех берем? В крупных городах-то никто не говорит. Крупных городах… Здесь за речь идет о веселах. Есть регионы, которые имеют деньги. Та же ты имея со своими нефтегазовыми запасами, которые посаскивают людей из тех регионов, когда они могут где-то увидеть более-менее талантливого спортсмена. Из-за того же моего друга Сашего Милера, который взял, привез того же Исаева из этого городка небольшого Кизил-Люльца. И тот же Хальбулаев оттуда… Но он же не там вырос, получается. Он уехал в Челябинск и там стал формироваться, как спортсмены. Хальбулаев со своей семьей переехал в Самару, и где Николай Федорович Петров вырос до таких высот. А у себя дома, я знаю, например, еще по советским временам, у меня был такой воспитанник Алдам и Пендиев, Боря Морганова. Он у себя дома ничего не показывал. Когда я его привез в Москву, устроил училище Олимпийского резерва, парень через два месяца выигрывает, ты из Советского Союза. Он еще меня спрашивает, вот у Николая столопис от тревера. Я говорю, Алдам, ты что, забыл своего тревера? Как ты могу за два месяца делать чем-то в Москве? А у себя дома он даже республикой не выиграл. То есть проблемы эти остались, Рома, они только, можно сказать, еще обострились и стали… Ну, взять даже, вот возьмем опять вот, Рома, ведь смотри, у нас нету сейчас ни одного человека с Дальнего Востока и Сибири. Сборная страна, ну может быть только из Терков, из Красноярска… Нет, сейчас появляется… Появляется Кардашев такой, у меня фамилия Кардашева. Саша Кардашева, что да, он памятник или сын его? Да, да, вот он вроде сейчас начал… Ну как он появляется? Какой он номер у нас сборная страна? Нет, начали только привлекать его к сборной стране. Ну вот, уже ездит там больше. Я знаю хорошо Сашу, я знаю его брата, у Валентина. Я с ними дружу, общаемся… Это Кантом-насисты, да? Ну они… нет, это Сахалин, Сахалин. Но они опять же растут, знаете, не за счет России, а за счет их Поли. У них контракты, у них договоренности, они дружат с японцами, они все время ездят туда. Там блин… Вот, ну вот даже вот сейчас могу СМС-ку, может, в интервете мне там, Саша прислал. Николай, человек не будет. Он мне пишет, вот, буквально месяц назад они туда ездили. Они ездят… Два часа на локт. Они в течение года туда несколько раз приезжают. А в самой России мы Дальневосток не развивали. У нас там нет никого. Хотя раньше Дальневосток были ребята в сборную там… По самбо там… Ну, по-другому сыну, мои девочки, ну, самбо там хорошо было и разу. Да. То есть проблемы эти… Кром, они остались. Даже… Ты не думай, что… Даже в той же «Московской области» далеко не ходили. Ты могу найти тренеров, которые никуда не могут выйти. Дальневосковской области. Да. То есть, несмотря на то… Но, может быть, сейчас ситуация изменится? Да как она изменится? Пока страна встанет крепко на ноги в экономическом плане, до свидания, до свидания… …программа, демонстрия… Думать… …завтрачный дне, как прожить, может, покупать какие-то продукты и прочее… Никогда не будем экономировать сюда? Ну, вот в интервью, не помню тоже, как он здесь у нас… Александр Милер сказал, что очень трудно сейчас… Вопросы о том, почему Исаев, Голстян, Булайев, все граждане Российской Федерации, но как бы вопрос о том, почему нет репановок, но он сказал, что сейчас очень много в городах, очень много в городах существует, много увлечений, особенно, он отметил, интернет и игры, которые не дают людям, не отвлекают. Поэтому в таких небольших городах, как Исаев, где этого нет, вырастают такие чемпионы, то есть это тоже имеет место в городе. И это не факт. Вот Александр Михайлович, москвичный. Я думаю, что он в этом плане и прав, к счастью. Я знаю, что был один период в санго-сервисах вообще не было на город. Дети, конечно, потом руководство школы и вообще как-то вот это штат Питина и прочее все как бы раскрутили санго-сервисы. Сейчас набор, по крайней мере, есть, сажали 70. Но все равно я знаю, что во многих школах, что с этой же проблемой, что набора не хватает, детей нет. Мне встало момента, когда я помню, что, когда я пришел в зал, записывался, у нас было свише 100 человек, мы стояли в два-три ряда, на первый трейлер подключили. Сейчас, если трейлер может набрать группу 15 человек, то это не ощущается потом? Нет, ну понятно, мир не стоит на месте, мир идет, развитие цивилизации. Мы не можем в Москве, допустим, или в крупных городах, включить, убрать кинотеатры, убрать детские комплексы игровые, убрать интернет, убрать компьютеры. Это будет тогда какое-то не государство, а тюремное государство для того, чтобы развивать. Здесь надо какими-то другими методами привлекать детей к занятиям? Ну, естественно, и реклама должна быть, и пропаганда должна быть. Вообще, прежде всего, на телевизоре надо заниматься пропагандой здорового образа жизни. Вы знаете, чем отличается это? Европейский подход, даже и спорт, и с культурой. У них же другой, там приходит ребенок, но там не озадачиваешь стать олимпийским чемпионом. Танцы начинают со здоровительного процесса, Ромка сам это знает. У всех спортивных клубов у меня цель только одна – привлекать как можно больше детей. Родители приводят точно так же своих детей для того, чтобы ребенок был здоровым. При этом он также занимается и компьютерами, и прочими делами, и языками учат. У них, ты в курсе, обычно идут вначале двухразовые тренировки неделю по часу. Это идет как общеразвивающее направление, а не само дзюдо. И потом уже, когда ребенок втягивается, если ему нравится дзюдо, если ему нравится соревноваться, ради Бога. А у нас, получается, спортивные школы занимаются этим делом, они все время требуют, ты должен выиграть, ты должен провести медали. И получается, что на выходе эти спортивные школы ничего не дают. Вот если взять спортивную школу, пришел класс до 20 человек, ну, как правило, в 10 классе человек 15 этого класса выпускается. А у нас спортивные школы, если я набрал первую группу начальную подготовку, то на выходе из учебно-тренировочной группы бывает так, что из этой группы никто и остался. И всех мы нацеливаем на олимпиады, на прочее. Это абсурд. Я вообще считаю, что наши спортивные школы надо перепрофилировать, чтобы они занимались физкультурой, здравительной управлением вот этой пропагандой. И треер должен получать не за медаль, а за количество человек, что это будет заниматься. А когда уже, вот опять, человек как и созревает, и хочет заниматься спортом, ради Бога, есть группа спортивных, учебно-тренировочной группы и так далее, и так далее. И люди сами должны к этому прийти, а не мы их должны тащить за уши. И поэтому сейчас многие родители не очень-то хотят отдавать спортивные школы. Они с удовольствием дают фитнес там, или еще куда-нибудь будет. Ну, спорт никто не хочет делать. Ты сам знаешь. Ну, как сейчас, наоборот, сказали, что сейчас очереди будут записываться. А будут ли они? Ты уверен? Ну, вот по своему опыту, я, честно говоря, вот у меня не было, как бы, несколько месяцев, да, вот летний период, и приехал вот сейчас в Москву. Я, в принципе, я... Ощущаешься в самом наборе? Тебе прочее? Очереди я не вижу. Ну, это, скажу честно, что это... Очереди нет. Другой вопрос. Я достаточно много сил вкладываю в то, чтобы ко мне люди шли. Я трачу очень много денег финансово на рекламу своего клуба. Я вот уже неделю-того назад специальных, как говорится, людей нанял, которые ходят около литров, отстают объявления, афиши, у меня висят плакаты с рекламой. Вот это может быть способствием. Ну, то есть, в принципе, тогда... А как можно тогда в регионе заниматься раздражами? Ну, какой рекламой? Ну, я считаю, что это вообще в любой общеобразовательной школе должна быть именно вот такая программа по раме. Нет, там же есть уроки физкультуры. То, что уроки физкультуры, то, что там проходят, это даже не сравнение с того, что было в советское время. Ну, я вам так скажу, в Австрии в каждой практической общей образовательной школе есть секция. В Австрии я был, я проехал буквально там 500 километров, заехал там 6 городков небольших на расстоянии всех. И в каждой школе, в общем, я за это заезжал спрашивал, а есть дзюдо? Они говорят, да, в школу идут. Правда, я же не плачу тебе могу сказать. Дело в том, что европейцы давно поняли, что дзюдо просто комменциально используются. Я не знаю, почему многие родители там вообще, люди, которые интересуются спортом, всегда рекомендую, как бы, вот, далее использовать. Для них есть художественную гимнастику, для жизни, дзюдо, далее, сейчас, осанка, фигура, гипс и так далее, далее, красавицы выходят. А для ребят дзюдо, почему? Потому что формировался характер. И сам вид спорта очень универсальный, который сочетает в себе многие качества. Потому что есть некоторые виды спорта, которые требуют только скорости для него. Некоторые виды, которые требуют только силы, например. А наш вид спорта, он, как он называется, компенсатурный. То есть, недостатки в каком-то его качестве, можно компенсировать другим. Поэтому в одежде дзюдо, ты можешь проявить себя любой человек. Любой средний человек может показать результат, стать мастером спорта. Не говоря о том, что выходит красивый, здоровый человек, хорошо организован, управляемый. И, опять же, дзюдо очень много таких игровых моментов интеллектуальных, которые называют интеллект человека. Так, может быть, стоило бы потратить 50 миллионов долларов на рекламу дзюдо в стране, а не на три золотые медали? Ну, опять же, возвращаясь к этому, потому что я ещё когда сам работал в федерации десять лет назад, я от того же Шатакова всё время ругал. Федерация у нас получается как бы офис по обслуживанию сборной страны. А я считаю, что федерация должна заниматься именно развитием сборной страны. Потому что вот есть сборной страны, всё, заключили контракт, заключили контракты со спортсменом, с тренером, дали им деньги работать, ребят, всё. А у нас, получается, федерация уже обслуживает, кто делает там, отправляет там документы и прочее. Хорошо, кто будет только в балкон сборной страны. Всё развитие – это что? Вот провести перец у страны? Вот всё развитие у нас, получается, федерация дзюдо России занимается. Регион, она не ездит никуда, не интересуется её проблемами, не решает их проблемы. Даже при том, что Путин является президентом и дзюдоистом, и я знал очень много школ у нас в России, это дзюдо заходило. Даже взять вот мой клуб, например, я вам выдал её в клуб, и вот при такой ситуации у меня сейчас, с января месяца, закрыт зал. Дзанималось около 100 детишек её населения. И министерству это не интересно, никому это не интересно, и никто пока не встал на мою защиту. И родители писали, и я писал письма там у министру внутренних дел, и депутата подключали. Всё стоит там, на месте. Я знаю, что в Архангельске закрывали школьные конференции. Я вот тоже, Николай, у нас получается «Москомспорт» и «Федерация дзюдо». Это две разные конференции. Я вот недавно позвонил в «Москомспорт» и говорю, могу ли я с вами работать и освещать постоянно соревнования по дзюдо и давать, какие будут соревнования. Вы знаете, у нас другая политика, мы никакого отношения не имеем к федеральному дзюдо. То есть мы только освещаем… Нет, «Москомспорт» — это организация, которая выполняет задачи государства. Вот опять же, при советской системе у нас федерация в принципе ничего не решила. Всё решало государство, денег свечили с государства, тренеров нанимало государство. А сейчас всё как-то перевернулось. Всё перевернулось. Всё перевернулось. Всё перевернулось. Из-за того, что у нас есть четыре ассоциации дзюдо, которые развивают дзюдо на территории США. И при этом никто, как говорится, не противоречит друг другу. Честно говоря, на своём опыте, когда в 2002 году, 10 лет назад была создана ассоциация клубов дзюдо, и мы пришли с приглашением на федерацию дзюдо Москвы тогда и России. Были такие прецеденты, которые говорили, что «А зачем это надо?» Мы говорим, как и развивать дзюдо. А у нас есть федерация дзюдо России. И без вас разговариваем. Ну, будем надеяться, что с учётом золотых медалей Голстяна, Исаева и Хайбулаева, и серебром. Да, серебром. Ты говоришь, что Майбур сейчас прямо у Михайлов? Нет, я, честно говоря, знаете, как сказал своим друзьям, которые звонили мне и говорили, что Роман, ну, который не имеет отношения к суду, они уже имеют этот роман, но вот зудо представляешь, что передали. Я говорю, знаете, я лично, наверное, приду в федерацию Судороссии и поблагодарю каждого там присутствия. Если у меня в мой клуб сейчас выставится очередь, хотя бы такая, которая была, как вы говорите, в 70-е годы у вас, или когда я пришёл в спортивное общество «Динамо» в 84-м году, и я, наверное, вот так же в очереди стоял, наверное, сотен был по записи, а 1-го сентября... А 1-го сентября... А 1-го сентября... 250 человек в «Динамо» записалось в первый день, когда я пошёл в музыку. Осталось потом человек... Нет, это другой вопрос. Сейчас приходит 30 и не поздно. Но дело в том, что... Все, кстати, учёные. Не знаю, с чем это связано. Будем надеяться, что можно где-то изменить. Хотел спросить у вас, Владимир Николаевич, Мог бы Михалин стать чемпионом в Олимпиаде, возвращаясь к Олимпийскому климу. Мог бы он стать чемпионом? Или это было в любом случае невозможно? Нет, вообще, я вот из тех людей, которые боролись, я больше всего это взял за Саши, потому что столько лет, что это не дали, 12 лет, вот эти... С 2000 года, да, он не попадает в Олимпиаду. Ну, там были ошибки, прежде всего, может быть, тренерского его коллектива, когда он первый раз не попал в Олимпиаду, в 2000 году. Ну, это такие тонкости тренерские, вот закулисные, что ли, всякие дела. И вот Саша, после этого, то, что он тренер в Олимпиаде пропустил, другой был человек на его месте вполне, может, уже сломался, он уже давно, наверное, бросил. Тем не менее, Саша терпел, дождался своего коллектива, что то, что он просто получил, не просто медаль, а серебро, я считаю, это для него просто подвиг, заслуга, что он дождался этого. Вначале, конечно, у него были такие резкие суждения, по поводу целого часа, он, как я по поводу читал вчера, я ему последнее время провела, уже остыл, успокоился, он понимает, он сам узнает, что я настроен неправильно так, сладкий, неправильно оборолся, и поэтому я проявляюсь, сейчас по-другому все так. Если я оборолся по-другому, то я думаю, что все наоборот. У меня сложилось впечатление, что Риннер, уже известный чемпион Олимпиады, я еще не знаю, давно отдал Олимпийский турнир. Вот кто, в слову сказать, что снятие с Олимпийского турнира был тангрин. Я был претендент на то, чтобы в четверть финале обыграть Риннера. Единственное, как проявлено время, это был тангрин. Его и первому первому. Насколько это оправдно, или сколько это было правильно? Ну, правильно мы не можем разобраться, на самом деле. Правильно мы там сняли, неправильно, если бы сам претендент какой был. Дал пол сняли. А кто бы сам признал, что был в такой момент, я не знаю, но тут ситуация какая. Дело в том, что генер пришел, насколько я знаю, из баскетбола. У него хорошие ноги, подвижные, хорошо движенные. Хороший очень генерал, что мне кажется 2-0-7. То есть он преобладает в захватах и выигрывает захват. И его, как правило, выигрывает схват. И тот же тангрин, я не могу вам сказать. Дело в том, что вы опять говорили, вот к сожалению, сейчас очень много не хватает. И наши спорные вообще многим спасают именно тактического понятия схват. Все борются за счет силы, техники, которые есть. Но эта техника на кого-то пропадает, но он не пропадает. Поэтому можно просто быстрее схватить немножко по-другому тактически. И вот если, например, тангрин сбивал все время право у Рейнера на Олимпиаде и продергивал его на колене, все время стоял на колене, он не дал ему реализовать свое право захвате. И поэтому, в конце концов, после нескольких таких падений на колене, насюда наказали, кстати, в «Гондон Спорт». Наказали, отдали, наказали тогда. Решила пожить. Уинтагрили его Рейнера. И, кстати, неизвестно сейчас, в субботу, кто же Абдуло выполнил эту задачу, потому что Рейнер физически прибавил, опыта прибавил. А Саша, например, с его право никакой вообще никак не справился. Он ему позволял, и сколько бы хотели были мощные входы на заднюю борьбу, на профилаты. А Саша вообще ничего не справился. Он даже, извините. Какой-то растерянный. Да. Ни одного технического действия, я, видимо, не в том плане, что он не хотел делать, но он не смог сделать. Ни одного технического действия. Потому что он чувствовал, что он не достает тренера никак. То есть, любое техническое действие начинается с захвата. Тренер ему захват не давал брать, а сам свои задачи решал. И поэтому даже тренеру не надо было ничего особо там бросать, потому что он чувствовал, что судя начали наказываться, Саша, он получил показания выиграть, зачем он рискал. Он как раз чисто тактически переиграл. Так же, как проиграл Андреев, так же Алинов выиграл и Михаев. Умирать ее носом. Но вы смотрите, из всех финалистов, из всех финалистов прошлой Олимпиады и прошлой Олимпиады только Найдан и Бишов и Ким Жао Бум. Вот Ким Жао Бум и Бишов 80 килограмм. Алинов был опять финал. Как финал? Повторный финал. Повторный финал, где уже золото забрал Ким Жао Бум. То есть, насколько, как вам понравился вообще поединок Бишов и Ким Жао Бум? Возможно ли было, что Бишов как бы просто отдал на этот поединок? Да нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Как он мог отдать? Нет, нет, нет. Кстати, я могу сказать, что в Германии появился хороший парень, изразил его фамилию. Мы с ним сказали, а у нас в Москве большой шлем был. Томик. На М. На М. Мамер-то, как-то. Шомерки, ноги, что-то такое там. И все равно поставили Бишова, и видишь, они не ошиблись там. Учий червовый трон, у Бишева, у него огромный опыт, конечно, в борьбы, но бросков у него как-то. Именно олимпийский парень? Как таковых бросков нет. И как раз, может быть, под эти правила, когда он не падает, когда его трудно бросить, ему, наверное, может быть, легче будет пройти от Олимпиады, чем, скажем, молодому парню, который азартен, мог из карматики, мог провалиться, мог упасть. Поэтому, я думаю, что Уч правильно поставил Бишева, и он не ошибся. А то, что Бишев не бросает, это все знают, что в партнере, если ты не попадешь, там 90% евроуспейс. Ну, партнерист. Ну, партнерист, но до Пекинской Олимпиады и до Лондонской Олимпиады, чтобы сказать, Бишев что-то выиграл, опять же, ему ничего нет. Но, однако, дважды на Олимпиаде. А может, ему это просто не нужно было. Он набрал рейтинг, ему достаточно было. Например, я помню, какие приколы устроили французы на предыдущих Олимпиадах. Тогда, когда был безымянный допуск, Брейф, кажется, был такой ТНРС у французов, который завоевывал рейтинг для Бишев. А Бишев уже легко готовился к Олимпиаде. Помните, Брейф стал призером мира от коренной Олимпиады, а на Олимпиаду ехал Давид, Бишев, боролся. То есть, была другая тактика, другая стратегия подготовки перед всем игром. Так же, как раньше, когда был безымянный допуск, никто не знал, кто от Непонца приедет на Олимпиаду. Потому что, вроде, ты видишь, видишь одних, а на Олимпиаду приезжаешь. Как вам грузинский олимпийский чемпион, чтобы даже смеяться? Насколько он внезапно взошел на Олимпиаду? Никому не известный молотой вообще вы до этого наблюдали? Да нет, как-то вообще ровно. Потому что это олимпийский цикл я не работал там, не прошу и не могу про всех сказать. Ну, еще раз если бы, возвращаясь к тому, что мы вначале говорили, конкуренция очень высокая. Немного человек способен за заводят не так. Потому что любой человек, который уходит в число 22, это уже не рядовой человек. Естественно, что он где-то на Олимпиаду показывает чтобы попасть на Олимпиаду недостаточно там для шестиной округов мира этого не хватает. Я как инженер по образованию просчитал, что для того, чтобы попасть на Олимпиаду надо порядка 350 очков. Вот можете поднять рейтинги, вы увидите, что 22 это 350, где-то чуть больше, чуть меньше. Это та цифра, которая нужна для того, чтобы попасть на Олимпиаду. И вторыми, в смысле, пятыми, шестыми, даже третьими листами ты себе не обеспечишь место в число 22, потому что третье место на округе мира, если не правильно, то это 101, 62, 40, 40 очков. Представляете, надо 10 турниров быть призером, и ты только тогда где-то добиваешь 300 очков. Это учитывая то, что первый год сгорает 50-20. То есть, это надо быть финалом, это надо быть победителем в кубках мира. Я думаю, что он просто нам не бросался в глаза, а где-то он все равно бросил. Ну, это 70 очков сразу. 72 очков, я помню. Это алмазинский турнир. 400 очков. Это можно взять как фильтрование. Кто ожидал, что там только самого турнира вот сейчас в ноябре месяце, да, кажется, стартует командный чемпионат мира в России? В конце октября. В конце октября. В конце октября. В последний день. Да, да, да. Олимпийцы бросили, да? Как ты думаешь? Я думаю, что вряд ли. Может быть, некоторые поставят там страны как бы олимпийцев. Ну, в основном, я думаю, что спортсмены будут продолжать отдыхать, готовиться. Вообще, я сколько раз говорю, что после олимпиады вот эти все лидеры, призеры первые, которые будут отдыхать полтора года. То есть, они будут применять участие в разных стартах. Ну, так, для того, чтобы сохранить форму. А вообще, отбор, реально, отбор начинается вот, самая красная такая отметка, это полтора года с олимпиады. Когда самые очки идут. Вот сейчас эти первые прогнозы, они же лимпичных очков не будут. То есть, это чемпионат мира не будет. И чемпионат мира такой, и то, что будет чемпионат мира, он опять будет какой-то. В прошлом чемпионате мира, после олимпиады чемпионат мира. Сейчас будет много лидеров, как бы, как вы думаете? Ну, Эксо Гамбо уже вроде выявил, ну, как бы, сказал, что он не проще возглавить остаться в авиасборной России на следующем четверти. Если он останется, как вы думаете, изменится ли олимпийская или мужская футбол? Так, следующий вопрос? Следующий вопрос. Вы что будете заклиниваться на один спортсмен? Как минимум на половину? Нет, ну просто не дадут шансы еще раз Исаеву, Настяну, Игорь Павлову. Дело не в этом. Дело не в этом. молодые могут появиться. Конденция есть. Подождите мне, пожалуйста. И опять же, если в политике. Подождите, а может быть, ребята давно появились? Потому что олимпийские чемпионы российские. вот я что-то не могу. Когда в последний раз кто-то из них участвовал в чемпионате России? Ну, здесь, понимаете, здесь как пускали конкурентов. Ну, я еще раз говорю, что-то, поскольку я смотрел, видел те чемпионы в этой стране, которые проходили здесь, но он все равно подтягивал все. Они приезжали на сборы, всех просматривали, в другое время заеврали. Они все равно выступали на международных соревнованиях, им давали возможность проявить себя и по тем результатам, что они показывали, им далеко до лидеров. Далеко до лидеров. В 50 кг и в других весовых категориях. Я считаю, что, в принципе, та команда, что-то уже далеко до лидеров. на последнем чемпионате Европы многие спортсмены, которые боролись и и набрали рейтинг. И показали лучшую силу. Достаточно хорошо боролись относиться к команде на последнем чемпионате Европы. В. 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 Я не думаю, что на сборах они не борются с лидерами. И если ни один тренер, ни гамма, ни кто другой, если молодой, как говорится, на ковре, скажем так, в кавычках, убивать своего соперника, нереально, нереально, чтобы его не взяли. Нереально. Такого просто не может быть, если явно сильнее. В этом плане, я считаю, что он выдавал возможность, скажем так, чтобы спортсмены у себя проявили, что тот человек, который любил, он же тоже принимал участие. Что-то на ковре, где-то спил. Ну, так связывается, в течение обстоятельств. У себя дома, опять же, поймал, может быть, кураж и прочее. Но чем любой спортсмен должен себя проявить, это стать стабильностью. У нас много было таких спортсменов, которые... Быстро идут, да. И пропадают. И все, и нет. Как бабы, что, звери. У меня, товарищи, заступил гамбы, гамбы. Не кажется ли вам, что достаточно большая заступа еще и техниров, которые работали со спортсменами, а, может быть, и даже больше, чем самого подготовки олимпийского чемпиона? Мне кажется, вот это деление, кто больше, кто меньше, это неправильно. Да, неправильно почему? Потому что гамба внес что-то новое. У каждого спортсмена есть свой личный тренер, который работает. И разделять, что вот ему больше, ему меньше, это неправильно. Каждый внес свою лепку. Вы знаете, гамба внес свою лепку. Гамба, скорее всего, просто хороший менеджер оказался. Он хорошо организован. Он дала возможность ребятам тренироваться, чтобы не мешали. Ребята, мы придем, какие-то результаты, вы нам помешайте. Валерий Николаевич, есть ли, как на ваш взгляд, есть ли в России тренер, который... Ну, так же, потому что, да. Абсолютно множество, например, все есть. Есть. Во-первых, давайте просто скажем. Ну, если он такой уникальный, то тогда почему он удач, чтобы я был такой результат? Ну, если вот он, скажем, Муа-Ин, 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 там... Прикрыть командные дела, без них, без любых. Нет. Ну, что вы уже сказали, финансирование и большой выбор. Да. Я не думаю, что в Италии у него было финансирование прямо на уровне. Нет. Такой финансирование. Ром, я... Нет, а почему? Нет, почему? У Гамбла появилось такое финансирование, а у предыдущих было? Ну, это, наверное, задавать вопрос. Это вопрос не сюда. Не к нам, не к федерации, почему они так профинансировали и они давали, как говорится, исполняли любой каприз и гамбы, там, поехать туда, поехать сюда. В принципе, вот... И слава Богу. Молодец, он же не сидел на одной базе. И только когда приехал, он сразу, когда приехал этот гадючник в Подольске, он сразу, ребят, ну что, я на этой базе работать не буду. Сдали, ну, вот эту базу. Большую часть времени его родили в гостинице «Весна» там на базе, но он же их возил, чтобы они не утомлялись. Постоянно возил и менял им обстановку, чтобы приступ положительно сказалось. Потому что я, например, считал, что после 3-4-2 в году на сборах у ребят должна возникнуть усталость. Вот это антагонизм к этому ковру, когда вы на ковиды можете смотреть, но он тем не менее успел сохранить. И взаимоотношения в команде, что они все одинаково друг к другу относятся, у них нету противоречий. То, что раньше, когда у нас были моменты, когда у нас ребята с автоматами разбираются между собой в сборной страны. Такие моменты, когда, я не буду называть там времена и прочее. То есть атмосфера в команде он создал отличную. Я бы сказал, что он очень долго подошел как педагог. И вот если не понимал всех на родине, о том, что Гамме позволит, да или просто, ребят, я вам могу сказать, то, что российский премьер никогда не получит того, что дали ему, это однозначно. Это сто процентов. Второй момент. Никогда, ни один российский премьер, какой бы он ни был, он не сможет не зависеть от влияния регионов, ведовственных интересов и так далее. В этом плане Гамма был абсолютно честен, прозрачен. Он ставил того, да, пусть может быть мы не понимали его критерии, как он ставит, как он определяет, кто у него лучше или кто хочет. Но он был прозрачен. Он сказал, я отвечаю за команду, я ставлю людей. И пошли все. Нашему российскому тренеру никто это не позволит делать. Есть, на следующий вопрос. Так все вопросы уже отпадают. Давайте так, мы сделаем маленький взгляд в будущее. Армен, на следующей Олимпиаде, на следующей Олимпиаде, ну, первый такой вопрос. Изменится ли правильно? Я считаю, что да. Не по нашей инициативе. Второй вопрос. Сможет ли российская мужская команда взрывать столько же медалей на следующей Олимпиаде? Ну, да. По количеству. Да. Но я считаю, что в качестве должен быть, по сих пор, чтобы не было. Все время платить. Поймите. Я, к честности, согласен. Я думаю, что... А в общем, медали будут, чтобы был в короле, не верить. Ну, что это получилось, что это такое. Что это такое, когда не дадут все миски? Ну, все миски, что другие страны, сейчас, что защитили не певцы по волочкам, что они не зубы, и все, что сделают выводы к этому. Ну, сейчас как красная тряпка для ВК, потому что не позволят нам сейчас... Ни одной медали для Японии, это... Я думаю, что у них... Да, золотой, мужской, мужской, у них сейчас чистка пройдет своя. Не, не только чистка, я думаю, что хоть что не сделано, в том числе, но надо подготовиться на работу, мы же влияем на службы, на Брарова и на Кручев. Вот там, ну, все, а что это нормально, да? Ну, подведя такой итог нашей беседы, можно сделать вопрос, что женского, что у нас в стране нету, и в Когда его развивать? Убили. И меня еще, знаете, больше всего. Почему команда одна, команда сборной России, страна одна, а такие разные результаты вашей женской сборной, и почему нет взаимодействия? Нет взаимодействия. Вопросы не зададим руководству Федерации. Потому что, если женское бюджетное не нужно, зачем это отобразить на Олимпиаду женской бюджетной? Отдайте деньги на развитие бюджетного бюджета. Зачем? Как многие другие страны. Грузия, советские бюджетные женщины. У них есть бюджетные, которые не бюджет на счет. Многие страны не борются. И у многих стран не борются. Многие не везут. Я не знаю, что... Ребята, я здесь не могу, но я очень согласен. Кстати, как раз странно, я был первым в зеркале России, еще в 84-м году, когда через последние годы пришел пробовать свою бюджету. Я вообще считал, что наши российские бюджеты должны выиграть медаль. Но, к сожалению, пока нет традиции. Но уже много времени прошло, почти 30 лет. Я надеюсь, что это негативные моменты, когда мы вообще не знали, что такое женское бюджетное бюджетное правило. Но, все же, пока такого качественного изделия у нас не произошло. Мы сами знали, что и в группах у тебя у нас девочек мало... Это не Франция, где там... У нас такой массовый сессор женского сезона не будет. Но я считаю, что работать с женским сезоном можно, но не очень. Я думаю, что все-таки, наверное, изменены времена и отношения отзываться в сезоне. Постановки тренировок... Ну, на этой торжественной ноте мы закончили нашу беседу. Так, а ну, сейчас мы перекусим еще... Ну, там...